Дорогие соотечественники, так устроен наш мир, что иногда нам кажется, что мы где-то там в нашем курятнике, не побоюсь этого слова, особенно когда-то к политике относятся, он и есть, оно и есть курятник. Или там в каких-то своих повседневных делах, заботам посвящаем свой ум, свою энергию, значит, себя. Да, мы как-то вот часто не обращаем внимания на то, что мы живем в большом громадном мире, и этот большой громадный мир влияет на нас, а мы, как ни странно, на него, потому что мы все его и составляем. Это я к чему веду разговор? Очень часто у нас принято говорить так, да, вся-то политика, геополитика, нас это все не касается, еще как касается. Кто-то там старая уже бородатая шутка, кто-то сказал, умный человек, так. Если ты не занимаешься делами мира, то мир займется твоими делами, и не всегда лучшим образом. К чему я все это сейчас говорю? А говорю это к тому, что вот казалось, такие события, через две недели выборы в Соединенных Штатах Америки. Казалось, то что, кой нам дело? А вот чему дело. Трампу надо доказать, что он парень боевой, что он там поломает весь этот Восток к чертям собачьим, хотя он его и совсем не собирается ломать, тем более к чертям собачьим. Но ему надо, чтобы его республиканцы имели большинство в Конгрессе, потому что иначе ему грозит импичмент. Да, но в результате этого он должен действовать каким-то образом. Вот начинаются наезды на Китай, на Россию, на Европу. И вот эти все вещи, по закону бильярда, шар в шар, шар в лузу, шар от лузы, это попадает по нашим головам. Каким это образом? А образом, посмотрите, каким. Обратите внимание, за что фактически борется тот же Трамп, или за что борется Си Цзиньпин, или Путин, или госпожа Меркель, или госпожа Моя, кого не возьмите, или итальянцы, или кто угодно. Все борются за рабочие места, потому что та страна, в которой беда с работой, с рабочими достойно оплачиваемыми местами, этой стране суждено бедствовать. И это все более и более начинают сейчас понимать все политики. Можете меня спросить, а что так? А вот так. Почему люди покидают нашу страну? А потому что нет достойно, хорошо оплачиваемых, в достаточном количестве рабочих мест. Так или не так? Так. К чему это ведет? А потому что самое главное, самое великое богатство любой державы, любого государства, любой самой маленькой страны, любой организации, это ее люди. В результате начинаются демографические процессы, население стареет, бюджетов не хватает, пенсий не хватает, дети страдают, образование, медицина страдает, все страдает, все потихонечку разваливается. Коррупция растет, и тогда ее ничем не остановишь при такой нищете. Чем больше нищета, тем больше коррупция. Всем известно. Поэтому мы пригласили к нам в студию человека, который лучше многих из нас понимает о том, что такое рынок рабочих мест, насколько важно, чтобы население активное было занято, что происходит с народом, с нацией, если понимать ее как многонациональную сущность. Это Михаил Пойсик, экономист, блестящий аналитик, блестящий практик, проработавший конкретно в тех системах, где принимаются экономические решения, и который продолжает работать на этом поприще, наращивая свою эрудицию, свой интеллект и свое понимание процессов. Михаил, спасибо за комплимент. Добрый день. Авансом во многом. Очень благодарен, что ты пришел к нам в студию. Может, я там слишком наворотил, настращал, напужнял, но как-то вот оно все. Оно даже не в последнее время, а достаточно давно вообще принято. Потому что народ очень тяжело воспринимает, что такое ВВП, другие показатели макроэкономические. Когда говорят макроэкономическое, на тебя смотрят такими глазами как бы потерянными. В мире принято считать так. Если власть сработала за свой электоральный цикл и прибавила от коллекции рабочих мест, работала хорошо. Это уже большой и жирный плюс. Если минус, какие бы ни были макроэкономические показатели, власть сработала плохо. Это аксиома, которая принята во всем мире однозначно. Что происходит у нас? У нас, если обратите внимание, если говорить о рабочих местах, вообще получается парадоксальная картина. Вот заводы проевропейское управление. Численность рабочих мест, она есть два сектора. Теневой и по-белому. И по-белому, будем говорить. Открытый, да? Да, да, по-белому. Значит, вот по-белому, этот численность постоянно сокращается, нападает. И мы пришли к тому, что, как это не парадоксально, если взять количество пенсионеров, которые сегодня... Потому что в мире вообще считается так, что должно быть примерно как минимум 2,5 плательщиков взносов социального фонда. И тогда на одно пенсионера, эти два с половиной, они как бы обеспечат в эти 40% пенсии от средней заработной платы по стране, будем так говорить. То есть это более-менее ясная пропорция. Да, да, да. Несмотря, там, богаче намного страна, беднее, ну, где-то устойчиво. Но, чтобы зарплатить, чтобы человек чувствовал, что у него нормальная пенсия и так далее. Это основные условия. Значит, и у нас, в принципе, в период советской власти, как это сейчас, может быть, критиковать, принято говорить, да, у нас было где-то соотношение 1 к 3. То есть все было супер-пупер. Но после этого у нас 1 миллион уехал отсюда. И все стало нарушаться. Да, а что такое миллион? Если у нас все активное население, там, чуть больше 1,2 миллиона. То есть осталось сейчас активное. Значит, теперь дальше. Значит, у нас значительная часть, значит, считаются разные соценки и так далее. Но где-то половина экономики в тени. То есть это люди, которые не получают зарплату. И я вот просто приведу несколько цифр. Значит, у нас сегодня те, которые пенсионеры, все абсолютно, которые есть, 716 тысяч, это которые социальные, госслужащие и так далее. Дорогие соотечественники, внимание, сейчас Михаил Пойсик произнес очень и очень серьезную цифру. Запомните ее, пожалуйста, еще раз. 716 тысяч. 716 тысяч пенсионеров всех категорий. Если по возрасту... Насколько население, которое реально сейчас в Молдове? А реально у нас население, значит, не население... Мы имеем в виду активное, которое может работать. А, не активное, а те, которые получают заработную плату не в конвертах, а платят. Так, значит... Сейчас меньше 600 тысяч. Все понял. То есть правильно брать соотношение, скажем, пенсионеров, да? К числу тех, кто, скажем так, трудится официально, платятся налоги и все прочее, да? Да, 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 да. Вот это правильная пропорция между чем надо. Сколько? Значит, у нас 598,9 тысяч. То есть меньше вот этих самых, грубо говоря, людей, которые производят и бюджеты, и все прочее, по отношению к едокам, попросту говоря. Да, то есть это реально, то есть как бы этот... То есть у нас в стране количество тех, кто нуждается в помощи... В социальной помощи. Да. Превысило тех, кто могут ее дать. По-народному, по-простому говоря. Кто является ее донорами. Значит, причем очень интересная цифра. Из этих 598, ну, посчитайте, грубо говоря, 600 тысяч человек, да? У нас 162,7 тысяч бюджетники. А это же опять же государство должно платить. Считаешь, бюджетники те же пенсионеры? Да, да, да. Поскольку им платят зарплату из бюджета. Да, конечно, конечно. Они-то не сеют, не пашут, понятно? Да, да. И вот получается парадоксальная ситуация, что у нас уже в последние годы постоянно фонд социального обеспечения. Повтори, пожалуйста. А этих сколько по отношению к этим? Значит, 162,7 это больше трети. Чуть-чуть больше трети. То есть, каждый третий... Из этих? Да. То есть, дела обстоят еще хуже на самом деле. Да, 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 именно это я подчеркиваю. Значит, теперь, что у нас получается здесь? Значит, вот эти, которые являются, по сути дела, не донорами государственного бюджета, акцепторами, да. Акцепторами. И государственный бюджет для того, чтобы поддержать фонд, социальные фонды, он сегодня в социальный фонд датируется на треть. На треть. То есть, две трети. От того, что нужно. От того, что нужно. По минимуму даже. Да, да, да. И сегодня пенсия у нас не 40%, а где-то на уровне 27, то есть, меньше 30%, где-то 28%, вот так, процентов всего. И, несмотря на то, что пенсия вроде бы выросла, зарплаты выросли почти в полтора раза, но при этом инфляция, просто я сейчас, чтобы были сопоставимы... Грубо говоря, цены растут быстрее, чем пенсии. Можно так сказать? Нет. Значит, потому что с 13-го года началась новая методика расчета, и чтобы цифры были сопоставимы, то здесь уровень цен, потребительский цен, вырос на 30, там, с небольшим процентом. А пенсия на сколько в среднем? Примерно в полтора. Ну, где-то, нет, в 1,4. В полтора выросла зарплата, а пенсии выросли в 1,4. То есть, по сути дела, роста пенсии нет. Вот, если так будем говорить. То есть, в денежном выражении, это цифры звучат, как бы... Но индексация какая-то есть все-таки, да? Это, будем говорить так, это... Ты говоришь, новые расчеты, как бы, сейчас... Да, 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 да. Индексация есть, она была до прошлого года, была она индексирована в следующем раз, то есть, брали половину просто заработной платы и половину индекс потребительских цен. То есть, если цены выросли, допустим, на... Знаменитая корзина. Да, да. Если цены выросли на 10%, то бралось 5%. Если зарплата выросла на 20%, то бралось 10%. Тогда пенсия индексировалась на 15%, чтобы было понятно. Вот, как бы, да. Понял, понял. То есть, механизм все-таки... Да, да, да. Автоматизм этого перерасчета был какой-то... А сейчас, сейчас привязали только чисто к индексу потребительских цен. Поэтому то, что у вас будет расти зарплата, будет расти зарплата, да, в стране, это на вашу пенсию уже не отразится. Будет только индексировать на уровень потребительских цен. А учитывая, что уровень потребительских цен... Там есть свои определенные перекосы, их, будем говорить, стремятся несколько занизить, будем так говорить. По отношению к реальным. Да. Во-первых, там не все учитывается, не все показатели, там есть методологии, там есть... Скажем так, и есть левые методологии, которые позволяют припрятать под ковер, замести. Да, да. Я просто приведу пример, вот, чтобы было... Как работают наши статистики? Для народу, чтобы было понятно, что по-любому, как ни верти, а цены растут быстрее, чем пенсии. Да, я просто приведу последний такой яркий пример. И люди это чувствуют. Да. Как вот этот... Работает наша статистика. Вот она показала, что у нас количество рабочих мест занятых вроде бы выросло, да? Так. Но при этом не афишируется то, что в промышленности упало, в строительстве упало, там в других сетрах упало. А в сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве выросло 97 тысяч. Это при том, что половина работников в сельском хозяйстве производят продукцию исключительно личного потребления на продажу. 97 тысяч прибавили, и они как бы закрыли то, что там упало. И в чем фишка получается? А, они отчетливо же рабочие места создаются. Ну да. Вот о чем вы понимаете. А когда касается плательщиков пенсионного фонда, да, а их нет. Нет, вот в этом как бы проблема. Вот оно что. Да, вот это вот как бы и игры и так далее. Второй момент, очень принципиальный, который говорит тоже о том, что не все в нашем королевстве прекрасно и так далее, значит, это показатель рождаемости. Да, это серьезная вещь. Да, это показатель. Потому что люди – главный капитал страны. Да, да, люди – главный капитал страны. Значит, у нас до 90-х годов рождаемость превышала 20 детей, там было 22, 21, 23, отдельные годы были там даже 24, на тысячу жителей. Так. Так. Значит, в прошлый год был исторический минимум – 9,6 ребенка. 9,6? И 6,6 ребенка. А умирало сколько? А это приводит к тому, что у нас соотношение пенсионеров будет расти и дальше, а молодежи, которая будет как бы работать и создавать пенсионеры… Будет все меньше и меньше. Вот. То есть сейчас катастрофическое положение, оно будет ухудшаться. То есть демографы говорят о том, что вот это 9,6 – это еще не яма. Она будет… Потому что семья, когда создает… Когда создается семья, значит, родители, они думают, как они будут содержать детей. Конечно. И поэтому делать таких же бедных и так далее. То есть не каждый на это решится и пойдет по такому пути. Значит, это очень принципиальный момент, и об этом тоже как бы замалчивает, хотя демографы об этом говорят все громче и громче, но пока их никто не слышит. Это очень большая принципиальная проблема, которая как бы оголяет нашу экономику. И еще один… То есть помнишь это знаменитое семеро 1 сошкой, семеро с ложкой. То есть получается так, что число сошек падает, а ложек растет. Растет, да. И еще один момент очень принципиальный. Мы вообще признано считать, что мы… То есть есть по паритету покупательной способности ВВП на одного жителя, у нас где-то в полтора раза меньше, чем на Украине. То есть мы самая бедная страна Европы, да. И у нас по паритету покупательной способности меньше даже, чем на Украине, которая уже 4 года находится в состоянии гражданской войны, по сути дела. То есть ребята там сало в броке. Да, да. И вот при прятали, у нас уже прятать нечего, все разумно. И вот при всем при этом получается парадоксальная картина. То есть мы из последних сил собираем, аккумулируем средства, растим ребенка, даем ему образование, даем ему профессии. И после этого он создает пенсионный фонд для другой страны, создает ВВП в другой стране. То есть люди… Вот этот миллион, который уехал, и продолжает уезжать. Миша, а можно сказать так? Это значит, что получается? За счет тех, кто выращивает детей, да? Да. Мы сами себе создаем беду. То есть каким образом? Что эти дети нас покидают, где-то производят товар. Они же производят. Да, платят налоги. Да, подожди. Часть этого товара приходит до нас, да? Да. Часть они, допустим, даже посылают сюда. Но этот пылесос высасывает эти деньги тут же назад. И получается, что мы теряем и человеческий капитал, и денежка даже, которая за счет гастарбайтеров приходит, она пылесосится опять не без помощи наших же соотечественников. Ух, хитрая схема. Да. И в принципе, в принципе, я уже здесь как-то на одной передаче здесь в студии говорил. Значит, я просто повторюсь, потому что... То есть нас высасывают и фактически, понимаешь, вот я когда слышу инвестиции, инвестиции, я говорю, подожди, ребята, инвестиции, инвестиции. Во что ты собираешься обкладывать? Как ты собираешься? Где твои рынки сбыта? Расскажи мне, лапочка. Инвестиции называют цифры. Значит, прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику. 2008 год, 711 миллионов. Так. Вот последние годы на уровне 200. Там некоторые меньше, больше, то есть 3,5 раза меньше. А украли миллиарды? Ну, это само собой, да. Теперь вот, я еще один момент... Инвестиции, это же долг фактически? Да. Ага. Значит, теперь этот... Вот я хотел сказать еще такой момент, я вот здесь в этой студии один раз уже рассказывал, но просто вопрос принципиальный, много этого не совсем понимает, а проблема заключается в том, что мы знаем, что был мир колонализма, то есть богатые страны военной силой захватывали территории, порабощали население, в рабство, в рабство и так далее, но потом они поняли, что это дорого. Почему? Потому что это надо... За это отвечать надо, за этих людей. Надо воевать, они протестуют. Все суверенитет забери, все их жизни. Они начинают протестовать, воевать, и так далее. Есть проще. Появилась идея уже после Второй мировой войны, политика неоколонализма, ее как бы сформулировал Нукрума, это президент Ганны, то есть, когда ввозятся... А, я помню, Квамен Крума. Да, да, да. И Домжев, по-моему, нет? Не знаю. Старый, ему за 90 сейчас должно быть. Это был 60... Он где-то в конце 50-х, начале 60-х годов, я сказал. Был лидер такой. Да, да, да. Значит, и... То есть, они ввозят в страну развивающиеся продукции с высокой добавленной стоимостью и ввозят в сырье. Конечно. Красота. И плюс еще рабочие силы. Вот это пылесос. Да, да. Вот пылесос. Но сейчас появилась, вот в последние десятилетия появилась еще одна форма порабощения. Очень интересная. Причем она взята сейчас на вооружение такими странами, как Великобритания, США и так далее. Они, ребята, говорят, воруйте. Сколько можете, мы на вас будем делать крышу. Ведь вы эти деньги куда потом деваете? Вы же в наши банки ложите. Конечно, дорогой. И потом, если ты неправильно ведешь, мы тебя раз это делаем и... Обстригем. Обстригем. Вот как русских этих олигархов постригли британцы. Помнишь, они все так за что? А Путин говорит, я вас предупреждал, пацаны, вот и будет так. Да, да. И сейчас идет стрижка вовсю. Идет стрижка вовсю. То есть, еще такая форма появилась. То есть, помнишь, как по Ленину, грабно-грабленная. То есть, эти олигархи у себя в странах отсталых и других таких, Россия, там, Польша, неважно где, они в Болгарии, Румынии, они, значит, тут отсасывают, грабят, а там сидят ребята и говорят, давай, давай, все сюда. А потом, хоп, и начинается. А потом нам кредит дадут с этих денег. Грабно-грабленная. Вот куда делся миллиард? Он же не здесь в чемоданах лежит под вододелом. Понятно, да? То есть, он сидит в западных банках, мягко говоря, и создает им благополучие. Поэтому, потому что 4 года, это, ну, просто цифра такая, которая, то есть, реально всех можно было найти там в 2-3 месяца и пересажать. При современных электронных системах, где каждый цент, каждая транзация, это все прослеживается элементарно. Тем более, доллары всегда проходят через фифт. То есть, а сфифт это у американцев. И никуда не денешься. Все известно, куда, как шагали, куда, да, вот именно это имеется в виду. То есть, понятно, что где деньги. Поэтому они знают, что где лежит миллиард. Помнишь, как у вас сказали, где деньги, Зин? Ого! И в этой связи, то есть, как бы их устраивают и все ребята говорят, если будете неправильно вести, мы заберем. Ведите себя правильно. что они и делают у многих, то есть, как бы, вот сейчас известно, что многих миллиардеров, российских, так далее, они взяли под колпак, вот, по, алюминиевый этот, короткий. Русалов вот этот, да, 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 вот они сейчас его загнали в угол так, что они в санкционный список внесли его и арестовали все его счета и говорят, парень, если хочешь, чтобы мы тебя там немножко, как бы, отпустили, то, что арестовано, ты должен отдать владение российских все заводы, которые производили алюминий, потому что... Передай, кому надо. Не, американцам конкретно. Так я говорю, кому надо это, тому, кто тебя взял за горло. Да, потому что они, когда сначала ввели санкции просто на алюминий, сразу мировые цены на алюминий выросли, а это самолеты и так далее, они тогда отыграли назад. Они пошли по такому пути, то есть просто, проще вот так вот наехать и решить такие вопросы. Поэтому в мире есть страны, которые устраивают свое благополучие за счет изощренных форм грабежа. Есть страны, пылесосы, и есть те, кого пылесосат. Есть доноры. А теперь как на нашей Молдове, вот на нашем примере, на нашей реальности? А на нашей реальности... Как эта механика работает? А на нашей механике... Вот миллиард пропал. Да. Так, поехали. Да, причем, причем я еще раз говорю, вот я уже, по-моему, даже у тебя в суде говорил о том, что все абсолютно очевидно. Значит, конкретный кредитный инспектор, юрист визировал, то есть он оформил договор. Все по закону. Утвердели на кредитном комитете, на совете банков, подписал управляющий банком... Все не подкопаешься. Почему не подкопаешься? Им запрещено в одни руки, потому что они не выводились из банка Сочиала, то есть они были аккумулированы из пяти банков. Я тогда повторюсь. Молденкомбанк, Агробанк, Виктория Банк. Но все равно, без того, чтобы подписали это, ничего бы не сдвинулось с места. Нет, понятно. Нет, нет, я имею в виду, что... Значит, как бы формально все в порядке. И банк Деэкономии, они скинули деньги в банк Сочиала, а банк Сочиала пятифирмам с составленным капиталом 5400 леев выдал 13,3 миллиарда леев. Гнилых этих вот всяких. А он имеет право давать в одни руки при любых обстоятельствах только 70 миллионов. Подожди, но это все было завизировано, все пошло? А я тебе о чем? Вот и 4 года прошло, и ни один человек сидит и... А что ему сидит? Никто ничего. И это прошел через Национальный банк, где сидела Эмма Табырца и следила, чтобы эти платежи проходили незамедлительно с 25 на 26. И все прошло? Да, все прошло, и никто ничего. Это единственное, ее уволили с работы. Ай-яй-яй. Да-да, ай-яй-яй. Нет, самое интересное, что вот мы говорим вот Эмма Табырца. А кто за ней стоял? Она что? Девушка вот такая на герой. Без Драгуцана это дело? Конечно! Ну а как же без него? А Михаил Федорович сейчас переживает. Да-да. А потом, когда начинают говорить, что это Шор украл, Платон украл, и так далее, да-да-да. А я тогда задаю вопрос. А вы представьте себе, Шор или Платон могли наклонить 6 банков, которые... Значит, Канду, который подписался, говорит, что надо давать гарантию правительства, причем двух правительств. Начало правительство Лянки, потом правительство Габурича давало гарантии первое на 9,6, второе, там где-то на 5 миллиардов. Значит, это цен по борьбе с коррупцией, прокуратура, тот же СИБ и так далее. Это что? Шор? Их всех подмял под себя с Платоном? Это детский лепет. Ты знаешь что, Миш, вот я тебе скажу, вот насчет Шора, я хорошо знал его отца, да и парня знаю, я его еще вот таким шкетом помню, ходил малый с бабочкой, а у нас там был Rotary Club, и там и профессор был нужен, и бизнесмен, знаешь, какая-то с темой, вот такой малый, поэтому я его очень хорошо знаю. И я вот как-то посмотрел, вот был в Аргееве, ну и там народ за него там горой. Ну я поговорил с местным народом и говорю, так он же там типа миллиард стырил, что же вы за него так? Они говорят, ой, Виктор Иванович, давайте не шутите, мы знаем, что вы типа подкалываете. Говорит, если бы Лянка не подписал, если бы другой, третий, Драгуцан не дал добро, он же, говорит, банкер мой, и он ему подписали, и он все сделал. И я думаю, что возразить им. Знаешь, как-то трудно возражается. То есть, вот ты поднимаешь, что вот очень важный момент, что там целая ряда, целая ряда, целая братва там крутила, заработала, нашли пару крайних, козлов отпущения, кто-то как бы это самое, и все нормально, приезжает эта американская, что там за... Кров. С очень сомнительной репутацией. Великие специалисты, и что интересно, мы все прекрасно знаем, что все эти американские следаки, они каждый цент отслеживают, да? И что этот Кров не мог обратиться, не мог чего-то там, чего-то разузнать, узнать. Опять, Миша, как... Нас дурят, нет? Сто процентов. Вот ты сказал. Ну, я об этом и говорю, что это вообще элементарная задача для правоохранительного голода. Тем более, я тоже здесь говорил в студии о том, что Богдан Зумбрянов, который сейчас является главой ЦБК, он сказал, что в феврале 15-го года, что нам абсолютно все известно, кто, куда, сколько, нам осталось выяснить заман. Это дословно говорю цитату. Они забрали деньги себе, или работали за комиссию. Так, ребята, с февраля 15-го года сколько прошло? Так, третий год. Уже четвертый почти заканчивается. Вот о чем. То есть, все все знают, но просто всем сказали, сидите, не рыпайтесь. И все сидят, а не рыпаются. Потому что теперь уже Зумбряна не начальник следственного управления, а глава на ЦБК. Слушай, маленький вопрос. А вот в том правительстве Филата, да, вот я сейчас смотрю, там Майя Санду бегает, еще там ряд бывших замминистров и всяких. Я говорю, ребята, как-то помнится, вы в то времечко за все голосовали, за аэропорт, за все, а сейчас они борцы за народ. Вот, Миша, что такое? Оторвали от кормушки. Опа. То есть, хотят назад кормушки. Раньше были у корыта? А теперь от корыта тащили, они недовольны. А они привыкли уже. Да, 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 да. На иглу сели в государственные кормушки и уже их, как наркоманов кянет. Конечно, конечно. Тут вопрос, вопрос борьба за власть. Власть, ведь, говоря так, бизнес идет о власть, для того, чтобы власть сделать бизнесом. Вот это же такое, афоризм есть. Миша, скажи честно, вот, может, я не прав, но у меня такое впечатление, что и торговля наркотиками, и оружием, и органами, и людьми, и так далее, ну, не дает такой эффективности на каждый вложенный доллар, как политика. Конечно. Я думаю, политический бизнес, это рекордсмен по всему. Причем, мне надо рисковать, тебе с ним приносят. А, ты приличный, вечер. Если что кричишь, это политическая расправа. Да, да, да. Тебе же приносят. Ты же не рискуешься. Ты же не рискуешь сам. Класс быть. Да, и тебе наручники не оденут же при совершении, будем говорить, какого-то экономического преступления. Миша, можно задать тебе вопрос? Вот, допустим, на Западе, там как-то специализация идет. Это политики, да, они делают бизнес на... Это банкиры. А там за талабирование. Вот. Не, понятно, что это механика, но все равно, там специализация. А у нас, как ты смотришь, это тебе и бизнесмен, и политик, и финансист, и вы поблизости, и мейкер, шмейкер, и все такое. Мне кажется, вот Молдова пошла, как-то яжды, мыника придумали. Мне кажется, вот не такие мы, как нам говорят, мы там, я отсталый. Посмотри, сколько инноваций, сколько новизны новизны в деле ограбления соотечественников. Я думаю, что не новизны, а примитивизма. Потому что так, как они грабят... Ну, как эффектно, понимаете, какие новые схемы? Да какие схемы? Смотрите, если сегодня американцы говорят о том, что Молдова захваченное государство, то они уже видят, настолько все грубо, и делается и топорно, что это настолько очевидно. Ведь почему они сейчас, как бы, пытаются сунуть санду, и так далее, потому что санда у них ручная. Я... О! Значит, мы пришли к самому главному. Олигархи должны... Не олигархи грабить должны, а свои платные ребята. Конечно, да, и все должны... То есть грабить хватит этих, как его, атаманов кодр, там всяких этих. Давай посадим наших чиновников, и они качать бабло, и все отсюда будут. В приличных формах, не таких ярких заветов. Подготовленных у нас там называют, подготовленных, и эти тебе вот такие, как маечка, эти темно. Она ж работала в Минэкономике, потом уехала в Америку, и послали на учебу там. Ее обучили чему, чему как, и вот она здесь приехала, и пытается, как бы, теперь реализовать то, чему ее там научили. А ты посмотри, как и межмейкеры поработали. Девушку там за 2-3 месяца раздули. Наша Жанна Дарк, наша там... И я вспоминаю, понимаешь, Юлия Тимошенко? Ну, так хоть сама себя там больше... Да тоже, нет, она... За свои деньги. Нет, за деньги не так уж свои, опять не ворованы. Нет, остырила у кого-то. Она на нефтеногами. Да, но это не за свои, это наверняка западная копейка. Да, нет, а тут однозначно, потому что я говорил... Потому что, смотри, есть простой... Вот за что мне нравится Владимир Соловьев, там и Кедми с ним, и Сатановский. Умные евреи, толковые ребята. У них очень правильный вопрос. Когда кто-то что-то мутит, он говорит, тебе кто платит? Конечно, да. Это вопрос вопросов. Ты на чьих деньгах парень живешь? Кто тебе платит? Вот скажи мне, кто платит, я скажу тебе, кто ты. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И здесь как бы вопрос очевиден, потому что Майю Сандук хорошо знает в Министерстве экономики. Ну тогда, то есть как бы ее коллеги я говорил... Нет, но она образованная, толковая, она работяга. Она работящая и очень исполнительная. Ничего не скажешь. Вот если по школьникам вот мне дали такую характеристику зубрилка. Вот, то есть такая зубрилка. Отличница. Отличница, да, такая зубрилка и так далее. И она, в принципе, так и себя позиционирует. То есть у нее нет такой, знаете, широты взглядов, такой харизмы. То есть я понял так, ее, чтобы пустили там в рай, чтобы она в кущах ангельских ходила или чтобы ослуживала котлы в аду, она везде будет отличницей. Да, да, да. Она будет делать то, что ей говорят. Она исполнитель, такой добросовестный исполнитель, как бы говорит. Да, чтобы в раю, чтобы в воду. Да, да. Поэтому ее тянут, как бы, для того, чтобы медиа... Потому что она для меня загадка. Я, когда ее вижу, как Мальвина, вот это, помнишь, Буратино, Мальвина, та тоже отличница, зубрилка. Но вокруг нее такая публика, бывшие все, с такими вороватыми глазками бывшие чиновники вокруг нее, что я как-то смотрю и удивляюсь. Думаю, я где-то это уже видел. Но это всегда к власти, если чувствуешь, что человек... Запахло. И за ним стоят такие дяди. И поэтому ее вовсю как бы двигает, как бы, Запад двигает, потому что Запад, то есть он как бы вынужден смириться с нынешней властью. А наш народ прикидывает, ну, этих олигархов сейчас порвут, а мы заживем. Ребята придут, такие ребята, что вы еще будете этих вспоминать, как... Более тонкие. Вот в этом все проблемы. То есть, сегодня как бы они хотят создать более приличные формы, то есть делать такое... Цивилизованное. Более цивилизованное, да, то есть вас этот разденут, но не так будет больно, не так подкрытую, как бы нагло. Красившее сделано. Да, потому что сегодня уже все, как бы, все знают, что суд, прокуратура и так далее, они действуют по указке одного человека. Он является и бог, и царь, и все, что угодно. А тут будет система. Красивая. система, да. получается еще раз, что система развивается в таком направлении, когда вначале шел дикий капиталист, то есть шло разграбление, каждый тягал из имущества и собственности народа и государства после развала союза, где как придется, кому как удавалось. Потом потихоньку эти многие разорились, появились уже гранды бароны, у нас, кстати, миллионеров растет быстрее, чем количество пенсионеров. Я прав, нет? Нет, если по темпам, то да. По темпам, да. Об этом и говорим. но если взять количество людей, которые у нас живут за чертой бедности, то там приближается почти к половине. Вот в чем проблема. То есть происходит упорно процесс расслоения. Это правда или нет? Вот я слышал, что буквально вот в последнее время оказалось, что чуть ли не там несколько процентов населения земного шара обладают теми же ресурсами, что половина всех нищих. Да, один процент, сколько половина бедных всей земли, если понимаешь. Но чем беднее страна, тем поляризация выше. Вот тут вот в чем проблема. мало того, что общий уровень низкий, а вот перепад еще страшнее. Еще больше, да. И этим бедолагам еще хуже. Так теперь тогда возникает такое. Сейчас вот мы видели марши, да, идут сейчас, помнишь, до этого на лодках на всем и сейчас продолжается в Европу, а сейчас в Америку из какого-то Гондураса или откуда, помнишь, лучше Гондурас на Колымеле, Колымель в Гондурасе, толпа идет сейчас через Месику к границам Соединенных Штатов. Вот эти вот явления массового исхода египетского, знаешь, помнишь, как в древности в Библии описывается. Ну, что получается? Богатые государства разоряют пылесос эти бедные, а народ начинает, если тут нельзя жить, так мы идем до вас, в ваш сверкающий дом на холме. Чем это кончится? Нет, окончается это чем? Вот тем, что кончилось у нас. Ведь у нас же вот этот миллион уехал не средний гражданин, а уехал наиболее предприимчивый, активный, здоровый, там больного туда не пустят, человек, который получил достаточно хорошее образование, который социально не опасен, то есть он не имеет как бы криминального брошу и так далее, то есть они фильтруют вот все, что хуже остается нам. Скажем так, из человеческого капитала берут наилучшее. Сливки, сливки снимают. Сливки снимают. А нам вот. Они же в открытой говорят, ребята, вы наукой не должны заниматься, мы все вам сделаем и достаем. За наш счет выращенный потом, трудом и неспавными ночами эти дети. И потом тебе хопаньки и до свидания. Они забирают, а потом мы сегодня, ведь я тоже не забираю. То, что раньше приходили римляне или там греки или англичане в Африке и заковывали в цепи и вели туда, а сейчас они сами бегут только дудочкой крысоловы. Ох ты. Скажи, как мир меняется? Так вот, в этом же и заключается, что этот мир понял, что содержать колониальную систему, грубую защиту военной силы, это дорого. Здесь ничего, кроме бизнеса, нет. То есть, они ищут, как при минимальных затратах, при минимальных затратах получить максимальную прибыль. А максимальная прибыль получается именно таким образом. То есть, опять, только эта схема не просто политическая, она геополитическая. Она геополитическая, то есть, есть сегодня так называемая закулисья, которая, ну, давайте будем так говорить, вот смотрите, центральный банк... Скажем так, они между собой там тоже дерутся, но в одном они едины, вот в этой политике пылесоса, да, то есть, не отвечая за территории, не отвечая за людей, забирать ресурсы, в том числе человеческий капитал. А там, пусть, подыхают, пусть остаются, пусть там нас это не волнует. И пришлем туда еще вместо ваших бандитов олигархов своих белых синих воротничков. Да, чтобы они вами этот, кукловодили. Да, из ваших же набраны. да. Я просто хотел сказать, что вот смотрите, парадоксальная вещь, во всех странах мира центральные банки это государственные. В США это федеральная резервная система принадлежит физическим лицам. Частные, которые... Вот это главные закулисья, которые, собственно говоря, как бы они есть в Англии, Великобритании, есть в... Это два клана, вот которые вы говорите, да. Значит, они как бы между собой немножко как бы... Это когда между... Делить надо. А когда внешний враг, они едины. Они объединяются и как бы... Это мы видим. Да, вот как они наезжают на Россию, как наезжают на Китай, на Южную Корею, на Северную Корею и так далее. То есть, как бы вот когда они... А теперь такой вопрос, Миша. У нас остается буквально считанные минуты. Вот смотри, мы видели с тобой вот перед передачей, как там Трамп что-то выступал, шли эти толпы, значит, из Гондураса. Недовольных, да. По Мексике и все. В поисках лучшей жизни. Почему он так сейчас старается изображать из себя геройского пацана? По простой причине. Через две недели выборы в Конгресс. И если республиканцев будет меньше, чем демократов, ему грозит импичмент. То есть, мы видим, как вот это... Это внутриклановая борьба. Там свои... Там свои кланы. Потому что он за, будем говорить, традиционные ценности США. И он хочет вытащить. А это мировые. Медернисты. Но они хотят, чтобы США... Чтобы ничего не делают, только... Нет, во всем мире. Да. А теперь давай посмотрим. Возвращаемся к Молдовии. Скоро у нас выборы. Да? Одни говорят, нефига те на выборы, потому что это бесполезно, это ничего не даст. Я так не считаю. А что ты можешь сказать вот перед, так сказать, окончанием нашей неожиданной для меня и для тебя, наверное, тоже, как тема, логика вещей ведет людей на неожиданные выводы. Как ты относишься к этому? Знаете, есть такой не очень, как бы, цивильный анекдот. Последняя там стадия. Коль попал в дерьмо, то не чирикай. Так. Ну, я как бы этот, да? Поэтому, если ты не пошел на выборы, то не чирикай после этого. И не бегай, что мы их там, мы порвем. Да, да, да. Вот в этом проблема. Понимаете? Или проголосовал за Михаила Федоровича, и когда кричишь потом, что он Иуда, иди к зеркалу и посмотри, кто за него голосовал. Он бизнесмен Деляга, какой он Иуда? Он что тебе, сват, брат, кум, что ли? Ничего лишнего, только бизнес. Еще раз повторив для наших дорогих соотечественников свою точку. Позиция. У нас такая передача. Позиция. Мало пройти, проголосовать. Надо еще и убедить своих знакомых, близких и так далее, что таки реально является благополучием для Молдовы. А благополучием для Молдовы является ее экономическая самостоятельность. То есть мы должны продавать свою продукцию. Наша продукция должна быть конкурентоспособна. Мы должны создавать рабочие места. Мы должны производить продукцию не примитивную, продавать пшеницу, кукурузу, подсолнечник, а закупать семена, мясо, молоко, перерабатывать. А не говоря о том, что все наукаемка продукция. То есть мы должны производить продукцию с высокой добавленности, то, что мы раньше производили. А для этого мы должны иметь рынки, мы должны иметь куму продавать, должны создавать здесь экономический потенциал. правильный выбор. Да. Именно это. Спасибо огромное. Ну что, спасибо, что приглашаешь. Ждем, я думаю, не первый, а значит и не в последний раз. Да. Большое спасибо, Михаил. Просто очень рад, что ты пришел сегодня к нам на огонек. Вот мы пообщались вместе с нашими дорогими соотечественниками. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша передача. Начали мы с каких-то таких великих, высоких, казалось бы, вершин глобальных материй, а оказалось, что в том же самом масштабе, почти в том же самом виде, согласно заменитому закону самоподобия, кто не понимает, что такое самоподобие, пусть Библию почитают. Это все касается всех нас. И поэтому вывод очень простой. Наша жизнь зависит а, половину от обстоятельств, б, половину от нашего выбора. Ибо наш выбор определяет наши обстоятельства не в меньшей степени, чем обстоятельства наш выбор. И хуже того, когда мы не выбираем ничего и голосуем только ногами. Будьте бдительны, не делайте этого. Вечно любящий вас Виктор Иванович отец.